Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы с вами двигаемся дальше по нашей теме «Библиография для небиблиографов». И наша сегодняшняя тема – это библиографические описания статей из онлайн, различных ресурсов, сетевого распространения, электронных ресурсов, с которыми мы часто сталкиваемся. Очень часто в своих работах и нам, и нашим подопечным, студентам, магистрантам, аспирантам приходится, и авторам, конечно же, публикации, приходится ссылаться на статьи, которые мы берем в онлайн. И не всегда, к сожалению, мы делаем описание для списков литературы или оформление ссылок с учетом этих особенностей. Ведь статья из научного электронного журнала совсем не то же самое, что статья из блога или с какого-то сайта. Ну, во-первых, уровень надежности и достоверности данных в самих статьях будет различным. Ну, фейковые статьи, результат работы около научных пранкеров, написанные для галочки, в расчет мы не берем. Но все-таки просто сайт – это не научный журнал. Здесь нет рецензирования, нет отсева уж совсем неблагонадежных или откровенно слабых материалов. И, конечно же, в первую очередь, когда мы говорим о статьях из онлайн, мы говорим о статьях из научных электронных журналов. Ну, и еще одна особенность, когда мы берем статьи с просто сайта, условно в кавычках «просто сайт», это может быть блог, это может быть какой-то авторский сайт или какой-то компании. И вот здесь вопрос достоверности, надежности содержания самого материала зависит еще от того, какую обработку проходит или не проходит статья. И чаще всего она не проходит. Тем более, если сайт и статья принадлежат одному человеку, автору этой самой статьи, то, конечно, здесь очень большой риск использовать не очень качественные материалы. Но, тем не менее, конечно же, нельзя всех внести под одну гребетку. Есть вполне добротные и очень хорошо прописанные, написанные статьи, добротные сайты, уважаемых ученых. И, конечно же, мы тоже их будем и используем в своих работах и ссылаемся на них, естественно. Но есть одно «но», которое будет влиять на то, как мы здесь делаем описание. И в первую очередь мы сегодня будем говорить о библиографических описаниях, потому что ссылка – это, условно говоря, производная от библиографического описания. Если описание у нас вмещает в себя весь объем информации о документе, который нам необходим для списка литературы, для его идентификации и последующего поиска, то ссылка – это сокращенное описание. То есть часть элементов там может не быть и чаще всего и нет. Поэтому, если у нас есть библиографическое описание, то сделать из него ссылку гораздо проще. Именно поэтому мы сегодня основное внимание уделим именно библиографическим описаниям. И своим студентам я тоже всегда говорю, если вы сделаете грамотно библиографическое описание и отразите там все необходимые нюансы, элементы, то ссылку из него сделать гораздо проще. Вам не надо заново что-то придумывать. Вам нужно просто убрать лишнее, и у вас останется то, что вам нужно. Убрать по максимуму или по минимуму – это уже другой вопрос. Но такой вот лайфхак. Если у меня есть библиографическое описание, то ссылку из него легко сделать. Но прежде чем делать библиографическое описание, что касается статей, есть одно «но», которое будет влиять на то, как мы это описание будем делать, какими схемами, какими шпаргалками, какими подсказками и пунктами ГОСТа мы или ГОСТов мы при этом будем пользоваться. И это понятие публикация. Есть здесь разница. Есть публикация, а есть публикация издания. Но очень часто мы его используем. И к публикации в научном журнале, статья, размещенная в научном журнале, мы ее называем публикацией, и просто какой-то текст, выложенный в блоге какого-то уважаемого или незнакомого нам пока еще начинающего автора. И то, и другое мы называем публикацией. Но есть разница. Есть публикация, а есть издание. Публикация как издание. И то, и другое является документами. Но главное отличие – публикация не всегда проходит издательско-редакционный цикл. Она может не иметь выходных данных. У нее не будет номера СБН, ССН. До и может быть. Ну, практически нет. Скорее всего, и до и тоже не будет. Слишком дорогая и трудоемкая история, чтобы просто статьям в собственном блоге еще присваивать номер ДУ. Не все еще могут это делать. Поэтому, скорее всего, тоже не будет. И при этом публикация и та, и другая доступна для массового знакомства и использования. Но вот таких отличительных особенностей, характерных для публикации научного издания, у нее не будет. Публикация, размещенная на сайте. Она просто размещена на сайте. Нет сведений о месте издания, издательстве, годе издания. Отсутствуют идентификаторы СБН, ССН, ДОИ. Вот это вот основные характерные особенности для статьи с просто сайта. Публикация издания. Здесь другая история. Это ресурс, который проходит редакционный издательский цикл. Обработку. Полиграфический он самостоятельно оформленный. Он имеет выходные сведения, издательский пакет. Есть сведения о месте издания издателей годе. Есть идентификаторы и СБН для книг, и ССН для журналов, ДОИ для статьи. Есть у ДК, ББК авторский знак. Как правило, статьям мы это присваиваем. Сами авторы или в издательстве, но они есть, они указаны. И для статей она обязательно будет, для статьи, прошедшей весь этот цикл, она будет размещена в архиве номеров журнала. В открытом доступе или с ограничениями, но она там есть. То есть мы ее можем найти. Но другой вопрос, будем ли мы иметь доступ к полному тексту статьи, или нам нужно заплатить деньги, или авторизоваться на сайте, или оформить подписку, это уже другой вопрос, но она там есть. Все. Значит, это уже публикация изданий. И мы имеем два понятия публикации, которые могут быть применимы к статьям. Между описаниями статей из научных изданий, вот этой публикации изданий, и публикации просто на сайте, есть различия. И мы сегодня их тоже посмотрим. В шпаргалках они тоже отражены. Так что скачивайте, ресурс есть. Но есть и нечто общее. Вот с этого общего, что и там, и там присутствует, мы и начнем. И это общая структура библиографического описания. Общая канва, которой нам придется следовать, делая описание. Так, вижу вопрос. Елена Павловна спрашивает, можно ли посмотреть записи предыдущих вебинаров, и будет ли запись Маргариты Киселевой. Да, конечно, обязательно запись Маргариты будет. Мы же видим записи всех наших вебинаров. И все наши предыдущие вебинары этого года можно посмотреть вот здесь, видеоканал, раздел видео нашей группы Директ Академии ВКонтакте и канал в Телеграм. За предыдущие годы, по-моему, за прошлый год ВКонтакте тоже есть записи, можно посмотреть, весь полный архив вообще с момента основания. Он пока, к сожалению, пока еще на Ютьюбе, но есть в планах, если ничего не исправится, то мы будем тоже переносить, наверное, в ВКонтакте. Пока вот так. Но за этот год ВКонтакте и в Телеграме, начиная с сентября, все записи лежат. Итак, возвращаясь к нашей теме. Что же общего у нас здесь есть? Это схема библиографического описания электронных ресурсов, которой мы можем пользоваться. Раз мы говорим о статьях, то мы говорим о составной части ресурса. Значит, мы делаем запись на составную часть ресурса. Многое здесь нам знакомо. Две большие, так же, как для печатных изданий, две большие части описания, разделенные двумя косыми черточками. Ой, сейчас возьму указку. Вот они. Все, что до двух косых черточек, это касается самой статьи. Все, что после двух косых черточек, это касается идентифицирующего ресурса, то есть источника, где была опубликована эта статья. Либо мы говорим о научно-электронном издании, либо электронной версии, либо печатной версии, отсканированной и выложенной. Это журнал, где была опубликована эта статья. И область примечания – это все, что касается электронного ресурса. Оно уходит вот сюда. Причем область примечания у нас может повторяться несколько раз. И так чаще всего и происходит вместе с предшествующим знаком. То есть вот эта область примечания у нас может как минимум два раза повториться. И всегда со знаком точкой тире перед ним. Все, что входит сюда, вот оно здесь немножко расписано по звездочкам. Идентификаторы ресурса – это дуи. Дуи вспоминаем, что мы можем использовать в описании статьи только один раз. Либо идентификатор самой статьи, либо тогда мы его приводим до двух косых черточек, либо идентификатор ресурса самого журнала, тогда мы его приводим после двух вот этих косых черточек в конце описания. Поэтому вот этот вот момент тоже имейте в виду. Если самой дуи присвоен, самой статье присвоен дуи, мы его пишем до двух косых черточек. Если журналу, тогда после двух косых черточек. Ну, такой вот нюанс, о котором иногда не применяется, и все дуи пишут в конце. Ну, это не совсем верно. Если посмотрите в гости, там этот нюанс как раз отображен и указан. Составная часть ресурса, ей посвящен описанию, всем подробностям, всем нюансам, посвящен седьмой раздел ГОСТа Р701002018, библиографическое описание, основные требования и правила оформления. Это смотрим там, седьмой раздел. Вот это все про составную часть ресурса. Вот эта схема, которая работает и для статей из просто сайта, и для статей из научных изданий. Итак, от общего постепенно двигаемся к различиям. Статьи чаще всего в интернете мы вот из этих трех основных видов ресурсов и берем. Журналы. Сегодня мы будем рассматривать периодические журналы и статья просто сайта. Либо статья у нас может быть еще и сборника. Но сборники мы будем рассматривать, статьи из сборников мы будем рассматривать уже на следующем вебинаре, по-моему, 11 декабря. И поэтому мы их сегодня трогать не будем. Там отдельная история. Но некоторые моменты, которые мы рассмотрим сегодня, особенно что касается журналов, они нам пригодятся и в будущем. А сегодня остановимся на статьях из периодических журналов и сайтов. И для этого нам нужно вспомнить, что журналы у нас встречаются в трех вариантах. Вот то, что мы с экрана монитора читаем. И эти нюансы тоже будут отражены в библиографическом описании. Эти три варианта можно увидеть в новом госте. R70108.2022 года. Это библиографическая ссылка на электронные документы, размещенные в информационно-телекоммуникационных сетях. Проще говоря, на электронные документы. Как оформлять ссылки. Не библиографические описания, а ссылки. Но, несмотря на это, в этом стандарте есть несколько интересных и важных моментов, которые мы можем использовать и для оформления библиографических описаний. В области примечания, когда мы как раз указываем, какой это у нас журнал. Это печатный журнал. Казалось бы, причем здесь электронные ресурсы. Но мы его можем отсканировать и выложить в интернет. Часто так и происходит. И вот здесь он получает как бы такой своеобразный статус. Он вроде бы электронный ресурс, но в то же время он не перестает быть от этого печатным. Вот особый такой вид. Есть печатный журнал, который выходит и в печатной версии, и в электронной версии. Что мы из этого смотрели? Скорее всего, мы будем смотреть электронную версию этого журнала. Она же и выкладывается. Ну, смысл сканировать и выкладывать печатную версию, если есть электронную. Для этого мы ее и делали, собственно говоря. И есть чисто электронный журнал, который существует только в электронном виде. И вот эти вот три момента, они в гости библиографической записи и описания не отражены. А вот в новом гости по библиографической ссылке на электронные документы, они как раз, вот этот момент присутствует. И это важная вещь, когда мы составляем библиографические описания. Ну, потому что потом мы ссылку же из них будем делать. И это там тоже отразится. И первый же вопрос, с которым мы столкнулись, о котором начали говорить, а что же это за источник, в котором размещена статья? Печатная, электронная или электронная версия? Начнем с печатной версии. Самого простого. Если у нас журнал... Вот есть информация о каком-то журнале. У нас есть авторы. У нас есть название статьи. У нас есть название журнала. Год, номер, том номер и страницы, на которых размещена эта статья. Нам нужно это все оформить в библиографическое описание. Соответственно, нам нужно начать с того, чтобы посмотреть, найти, во-первых, самоисточник, и посмотреть информацию о статье, о журнале. Да, мы это можем сделать, например, через e-library, если речь идет об отечественных журналах, либо через тот же Scopus или Web of Science поискать там, либо просто, если о зарубежных журналах, либо попробовать через название этого журнала выйти и на сайт этого журнала посмотреть в архиве, посмотреть информацию о самом журнале на его сайте и таким образом собрать информацию. Но с отечественными гораздо проще у нас есть e-library. Либо просто ищем сайт этого журнала. И вот вся информация, которая нам нужна, она здесь есть. О том, номер, год. Вот мы его нашли. Нашли обложку журнала, посмотрели, как он называется. И переходя в e-library, мы можем получить дополнительную информацию о самом журнале. Что мы здесь проверяем? Ну, во-первых, мы смотрим тип издания, тип сериального издания. Он периодический или не периодический? Потому что бюллетень может быть продолжающимся изданием, а может быть периодически. От этого будет зависеть схема. Если продолжающаяся, это вот к следующей теме вебинара. Там мы будем говорить о продолжающихся сборниках, о продолжающихся изданиях тоже. Посмотрим, как они делаются. Ну, у нас мы смотрим, да, точно, это периодический журнал. Потому что, ну, иногда название, которое раньше 100% по названию можно было определить, что это продолжающееся издание, сейчас лучше перепроверить. Да, это периодическое издание, периодический журнал, все отлично, мы можем делать на него описание, как на статью из обычного журнала. Здесь есть еще ряд полезных моментов, на которые следует обратить внимание. Способ распространения. Допустим, что у нас журнал выходит только в печатном виде. Вот мы посмотрели способ распространения в печатном виде. Ага, значит, электронных версий у него нет, он не электронный журнал, и электронной версии у него не существует, он только печатный. Отлично. Значит, делаем описание, как на статью из обычного печатного журнала. Авторов у нас много. Поэтому под заглавием. Все авторы у нас уходят за косую черту. Первые, три и другие, потому что их там достаточно много. Вот, под заглавием. Текст непосредственный можем опустить, если мы делаем на печатную версию. Никакого дои у него, естественно, нет. Значит, все здесь очень короткая первая часть. У нас будет про статью. Про журнал. Название журнала, год, том, номер и страницы, на которых опубликована эта статья. Обратите внимание, разным цветом у нас его выделено. Это мы говорили, что указание местоположения статьи, оно относится вот к этой части. Но находится здесь. Ну, вот так вот сделали. Такой, знаете, анклав, да, как Калининград и Россия. Вот они тоже отделены, но считаются одной юрисдикцией. Все. Вот на печатную версию мы сделали описание. Достаточно просто, знакомое, легко и самое, наверное, простое. По поводу серенького, текст непосредственный. Сведения области вида содержания и средства доступа включают в описание идентифицирующего ресурса, тогда, когда они отличаются от аналогичных сведений и составной части. И если это необходимо. Тогда мы еще вот сюда дописали бы текст какой-то еще или еще что-то, если они различаются. И сереньким мы выделили, поэтому здесь мы этого не дописываем. Это относится к самой статье, поэтому мы написали текст непосредственно. Почему серым курсивом условно-обязательный элемент? Иногда его опускают. На прошлом вебинаре у нас была такая дискуссия в конце, а надо или не надо писать. Ну, основное такое, установившись традиционное, наверное, правило, пишем для меньшинства в списке литературы. Если в списке литературы у нас большинство источников печатные, тогда мы вот это можем опустить. Если у нас большинство... А вот для электронных ресурсов мы будем писать. Если наоборот большинство электронные ресурсы, то тогда для них мы не пишем, а для печатных изданий пишем. То есть кого меньше, для того и пишем. Иногда опускают для небиблиографов, для студентов, особенно в пристатейной библиографии. Поэтому мы его выделили сереньким и взяли курсивом. То есть это решает библиографирующая организация и смотрим требования. Как у нас нужно писать или не нужно писать, и в каком случае нужно писать. А если мы эту статью из печатного журнала читали с экрана монитора, то что это будет? Это электронный журнал или печатный? А вот это уже вот та самая с необычным статусом история. Это будет републикация. Вот это еще один полезный термин из нашего ГОСТа 22 года по ссылкам на электронные документы. Это что значит републикация? Это значит, что мы этот журнал отсканировали и выложили в интернет. Вроде бы он электронный ресурс, но само-то издание печатным как было, так и осталось. Не перестало быть печатным. Вот это и называется републикация. Обратите внимание, что здесь ИССН будет один для печатного издания. Принт. Републикация. Это электронное воспроизведение аналогового документа и только один номер ИССН на него будет. Вот это один из признаков, как мы можем определить, что это точно печатное издание, которое просто отсканировали и положили в интернет. Значит, перед нами точно републикация. Еще одно подтверждение, которое мы можем получить из проверив по Е-лайбрере, карточку журнала, периодический журнал. Вот способ распространения. Помните, у нас было только в печатном виде. Значит, точно это републикация. Как будет выглядеть библиографическое описание на такую статью? Вот видите, вся проверка при наличии небольших даже навыков работать с интернетом, она может занять не больше 3-4 минут. Быстро ввели, нашли, посмотрели. Самое главное, знать, что посмотреть, какие моменты. И сделали вывод. А вот теперь обратите внимание, описание статьи-то будет то же самое, кроме двух моментов. У нас добавляется область примечания. После страниц мы дописываем, ну, во-первых, URL, дата обращения, когда мы открывали и смотрели эту статью, и по какому адресу мы ее смотрели. И добавляется перед URL. Еще, видите, два раза мы ставим знак .- то, о чем я вам в самом начале сказала. Область примечаний у нас повторяется два раза. И вот сюда мы добавляем слова. Электронная копия печатного издания. В гости 2022 года там проведено все с сокращениями. Ради бога. Легче писать все-таки полными словами. Иначе вам придется еще одним гостом пользоваться. Или заставлять своих читателей, авторов и студентов еще один гост по сокращениям слов русского языка. Потому что сокращать будут кто как во что гораст. Будут они смотреть этот гост? Честно говоря, я сильно сомневаюсь. Легче написать целиком, чем еще дополнительно каким-то гостом пользоваться. Либо вы сами эти сокращения в требованиях прописываете, что вот это сокращаем вот так и только так. Ну, не знаю. Здесь смотрите сами. Легче написать, наверное, целиком. Проще. Буков больше, но делать легче. Электронная копия печатного издания. В новом госте 2 вариант приводится. Либо мы пишем электронная версия, либо мы пишем электронная копия. Но лучше все-таки к републикации писать копия. Тогда сразу понятно, что это вот отсканировали и выложили. Если мы пишем версии, мы можем начать путаться, потому что у нас есть еще слова электронная версия, применимые для электронной версии журнала. И вот чтобы здесь в версиях не заблудиться, лучше уж писать копия. Вот все. Вот и все. Самый простой, наверное, способ. Самое сложное здесь – это определить, что это републикация. Потому что электронный журнал или электронная версия журнала, они тоже могут быть выложены в формате файлов PDF. И републикация, и электронная версия журнала, и электронный журнал, они могут лежать просто файлом PDF. Мы его открываем. И вот здесь нам обязательно нужно проверить этот источник. Зайти в e-library и посмотреть, в какой версии выходит этот журнал. Две минуты. Но мы не делаем ошибки. Вот эти слова дописывать перед URL очень рекомендую. Когда у вас возникает необходимость быстро внести правки, или вам говорят, у вас слишком много электронных, вот издателей любят, авторов. Ой, что-то у вас ресурсов электронных очень много. Сделайте печатной. Побольше добавьте печатных. Я знаю, что вот, я открываю свой список, и я вижу электронная копия печатного издания. Что я могу сделать вот с этим описанием? Превратить его в печатное. А он, по сути, и есть печатное. Просто я пишу, что я смотрела выложенный в интернете, вот здесь, по этому адресу, эту статью, этот журнал. Все. Я просто вот эти слова после страниц, точку оставляю, а все остальное просто. Delete. Пожалуйста. Ну, какая разница, как я читала, листала в библиотеке или с экрана монитора. Но я точно уверена, что я это могу сделать в данном случае. Потому что у меня есть вот эти волшебные слова. Если я их не пишу и сразу просто пишу URL, мне потом придется заново вот этот поиск производить. Могу я эту URL убрать отсюда из этого описания или нет, это электронно. Здесь я пишу текст электронный, потому что я читала его с электронного носителя, с монитора, с экрана монитора, с сайта, в интернете. Поэтому я честно пишу, что это текст электронный. Тогда я эти слова тоже уберу и уберу вот эту часть. У меня получится печатная статья. Вот такая маленькая хитрость. Для чего вот эти слова перед URL нам нужны. Итак, как проверить, републикацию у нас или нет. В первую очередь проверяем журнал. ИССН будет только один. И только для печатной версии. Либо один проверяем, либо здесь дописывают еще слова принт. На сайте очень внимательно проверяйте. На сайте могут быть представлены обложки выпусков, краткие аннотации без доступа к статьям, как вот в этом случае. Значит, она будет лежать по какому-то другому адресу. Доступ к мышке не как-то получили. Значит, нам URL нужно будет указать другой. Поэтому очень часто, если на самом сайте мы не видим нужной нам информации, ну и вообще такой хороший ресурс для проверки, это e-library. Проверим карточку журнала. Открываем, находим, смотрим. ИССН только один для печатной версии. Сайт может быть у журнала, и у печатной версии он тоже может быть. Поэтому обращаем внимание на ИССН. Для онлайновой версии его здесь нет, он отсутствует. Значит, точно у нас републикация, мы смело можем вот этот шаблон применять. Второй вариант, с которым мы можем столкнуться. Статья опубликована в электронной версии журнала. Вот тогда, как в нашем случае, у нас будет два ИССН. Print Online. Сразу смотрим. Ага, есть онлайновый ИССН, значит, есть электронная версия журнала. Значит, мы можем делать как на электронную версию. Но для этого нам нужно проверить, а точно ли. Открываем E-Library и смотрим. Да, печатной и электронной увидим. Значит, скорее всего, мы можем сделать описание, и мы будем знакомиться с электронной версией журнала. Той, которая выложена в интернет. Мы уже говорили, что смысл в этом случае делать скан печатного журнала нет никакого. Но если вы его читали в рукописном варианте, в библиотеке листали, тогда вы делаете по самой первой схеме, как для печатного журнала. В руках же держали. Значит, и так, и так можно сделать. И вот тогда описание у нас будет ровно такое же, как для печатной статьи, из печатного журнала. Обычная статья. Но обратите внимание, здесь мы пишем электронная версия. Можно написать электронная версия журнала. В гости написано просто электронная версия или электронная версия издания. Для сборников это подходит. Пожалуйста. Здесь никто за это ругать не будет. Можно это писать. Можно оставить просто электронная версия. Вот видите, в первом случае мы писали электронная копия печатного издания, а здесь мы пишем просто электронная версия вот этого журнала. URL, дата обращения, все И у нас добавляется идентификатор DOI Если он в самом журнале к статье проставлен Вот мы его дописываем сюда Текст электрона, все Вот DOI, статьи электрона И вот смотрите, какую информацию мы сразу можем получить из этого описания Это статья, которая была опубликована в электронной версии вот этого журнала И вот еще одно подтверждение, что это электронная версия Идентификатор DOI, по которому мы можем эту статью найти И URL, по какому адресу она находится Где мы ее смотрели Дата обращения обязательно пишем Для нас это тоже важно URL-то может поменяться Статья может переехать И вообще мы показываем, когда мы эту статью открывали Что этот адрес действительно работает Иногда сейчас пошла такая история Особенно в зарубежных публикациях Когда они указывают только идентификатор DOI Они перестают указывать адрес URL Надо ли нам его указывать Особенно когда берете для зарубежных статей И переделываете под наш формат ГОСТа Обращайте внимание URL обязательно дописывайте Потому что с DOI штука хорошая Удобная Но в наше неопределенное и нестабильное время Была ситуация Когда вот эти идентификаторы DOI Для некоторых издательств Они же присваиваются издательствами То есть вся эта информация Каким издательствам, каким изданиям, каким журналам Присвоена, про номер и прочее Она вся здесь зашифрована И была очень неприятная история После 22 года, как раз когда очередной бум санкций происходил Что идентификаторы DOI Для некоторых издательств Которые там где-то посчитали нужным Были заблокированы То есть мы по номеру DOI Даже не могли ранее опубликованные статьи найти Не для всех, но для большой части издательств Вот такая эпопея была Потом, правда, часть из них сняли эти ограничения Но кто-то... А для кого-то и нет Поэтому лучше оба адреса прописывать И так, и так Все-таки понадежнее как-то получается Поэтому имейте в виду И даже для отечественных журналов Вот такая история, она была актуальна Поэтому лучше и то, и другое прописывать И вот смотрите, у нас описание Это вот как мы начали с печатной версии Вот оно у нас так идет Только добавляются некоторые нюансы Здесь добавился идентификатор DOI И слова электронная версия Все мы уже знаем, что это электронная версия журнала И опять же возвращаясь к нашей хитрости Сказали нам убрать электронные источники Разбавить их печатными Мы открываем наш список С републикацией все понятно Мы это смело можем делать С электронной версией журнала Если у нас эти слова дописаны Мы тоже это можем сделать По страницу раз Отсекли Вот эту часть убрали И у нас убираем DOI тогда И убираем текст электронный Вот эту часть убрали Вот эту часть убрали И у нас осталась нормальная печатная статья Мы можем это сделать Потому что раз есть слова электронная версия Значит это электронная версия И в печатной версии этот журнал выходит тоже Это легко И просто сделать такую правку И третий вариант С которым мы тоже сталкиваемся Говоря о публикациях в научных изданиях Это онлайн Чисто электронный Научный журнал У него будет только один SSN Со словами онлайн И на всякий случай Мы перепроверим Опять же смотрим в e-library Тогда здесь будет написано Просто способ распространения В электронном виде Все В печатном вот этих слов уже не будет Значит это чисто электронный журнал А значит вот такую хитрость Мы уже сделать не сможем В печатной версии он не существует Мы не сможем убрать вот это url Дои И сказать что я ее читал в печатном виде А он не существует в печатном виде Значит придется оставить как есть Описание Все то же самое Как мы делали до сих пор Под заглавием Потому что авторов много Авторы за косой чертой по правилам Три автора и другие в квадратных скобочках Идентификатор дои конечно же у нас будет Потому что цифровой объект Текст электронный Название журнала И вот здесь смотрите Мы перед url уже ничего не пишем Мы после названия журнала Ставим двоеточие И пишем электронный Научно-практический журнал Ну научно-практический Потому что у нас Вот он идет как Научно-практический журнал Вот на обложке нашли И это туда перенесли После двоеточия Мы пишем электронный Научно-практический журнал Или электронный научный журнал Или электронный журнал Но самое главное Что мы показали Что он существует только в электронном виде И вот здесь у нас эти дополнения Они перебрались из области примечаний В область сведений Относящихся к основному заглавию ресурса Вот оно основное заглавие И после двоеточия Мы обычно здесь поясняем Что это сайт Или электронный журнал Или блог И вот мы сюда эти слова Поэтому и перенесли Они как бы раскрывают Поясняют основное заглавие этого журнала Год Том номер остались Страницы остались URL Дата обращения Все Вот три главных момента Которых мы с вами указали И вот таким образом Мы очень быстро можем составить Наш список литературы Если нам нужно произвести Вот такую коррекцию По превращению электронных версий И копий В печатное издание Нам очень быстро Это сделать Если этих слов нет Нам придется Заново Провели поиск Первый раз мы на это Не обратили внимания Значит заново По каждому источнику Зачем тратить время Легче написать Побольше букв Но зато потом легче править Татьяна Шишкина спрашивает У электронных журналов Часто вместо страниц Указывают номер статьи Как это описывать Значит смотрите Хороший вопрос Спасибо Татьяна Страницы указываем В том случае Если они есть В научных изданиях Чаще всего они есть Но в электронных журналах Может не быть Поэтому У нас может быть Просто год Там том номер Или номер А статей нет Этих Страниц нет Не указывайте Значит страницы Мы не указываем Мы указываем только Вот номер Дальше URL Дата обращения Вот представим Что в нашем бюллетене Не указаны страницы Еще один вариант С которым вы можете Тоже столкнуться Где можно не указывать страницы Когда каждая статья В электронных журналах Такая история бывает Если печатная электронная версия В электронной версии Ну может быть Да В републикации Точно не будет А в номерации Будет проставлен Если Статей не указаны То и не указывают Но еще один вариант С которым мы можем столкнуться В каждой статье Нумерация начинается заново То есть мы открыли Одну статью Там Нумерация страниц идет 1, 2, 3, 4, 5, 7 6, 7 Открываем следующую статью А там опять Нумерация 1, 2, 3, 4, 5 Можете Указать А можно в этом случае Тоже не указывать Вот так вот Можно делать Если номер статьи Вместо страниц Вообще Интересный Интересный вопрос Татьяна Напишите Пожалуйста Пример Пожалуйста Ссылку на такой журнал Посмотреть Даже интересно Если стоит номер статьи Ну тогда вместо страниц Указывайте его Если уж такое Такое приключилось Тогда да Что есть То и указываем Если указана Статья номер 13 Значит пишем Статья номер 13 Ну вот такая Нумерация Сейчас Много с чем Можно столкнуться Поэтому Да Исходим Исходим Из реалии Ситуации С которой мы столкнулись Если указана Статья Тогда придется Указать статью Вот про Статья Из электронных Журналов Да Вот электронные Публикации Из научных Журналов Вот они Три варианта Они у вас В раздаточной Презентации Есть Можно на них Ориентироваться Пример Той же самой Статьи Вот то что мы Разобрали с вами Посмотрели Как это делается А сейчас мы Собрали все это В единую В единый Такой шаблончик Републикация Вот здесь Делаем Как до страниц Включая страницы Как на обычную Составную часть Из печатного Издания Из печатного Журнала Ровно по тем же Правилам По той же схеме Только вот здесь Мы дописываем Электронная копия Печатного издания URL Дата обращения Электронная версия Журнала Все то же самое Только Здесь мы дописываем Электронная версия URL Дата обращения И статья В электронном Научном журнале Упоминание Что это электронный Журнал У нас перебирается К заглавию Самого журнала Через двоеточие Вот мы его написали Год Том номер Страница URL Дата обращения Первая часть Остается Видите Та же самая Все то же самое Только мы можем Вот эти Нам нужно будет Отсюда Если мы уберем Идентификатор ДОИ Текст Электронный Отсюда Текст Электронный И откусим То что у нас После страниц То у нас получится Описание Обычной Печатной Статьи Из обычного Печатного Журнала Которую мы Ручками В библиотеке С вами Глазками Просматривать Есть еще один Момент Который Не всегда Указывает Но иногда Это имеет Смысл Указать Если Имеет ли Журнал Собственный Сайт Или он Размещен На другом Вот та самая Статья Которую мы Читали Особенно Если Сама статья Лежит На каком-то Сайте И В URL Мы скопируем Адрес Этого сайта А попасть туда Можно Только оформив Подписку Или авторизовавшись На совершенно Другом Сайте И тогда Нам нужно Написать Как нам Получить Доступ К этой Статье Ага Увидела Спасибо Татьяна Сейчас мы К этому К этому Вернемся К Е-лайбрери Хорошо Значит Смотрите Еще Для научных Статей Для Статей Из научных Изданий Мы можем Заменять Дату Обращения На дату Публикации Если она Указана На самом Сайте Или В том Ресурсе Где мы Смотрели Дату 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 Обращения Вы можете Вы можете Написать Дату Публикации Но Только для Статей Из Научных Журналов Вот такое Замещение Происходит И Смотрите По поводу Доступа Откуда Был Доступ Вот Еще Одна Важная Вещь Которую Иногда Приходится Дописывать Например Есть Такой Журнал Который Мы с вами Смотрели Там Например Библиотечное Дело Который У него Есть сайт Там Републикация Была У нас Отсканировали И выложили То есть Электронной Версии Журнала Нет Но у него Есть свой Сайт У него Там есть Архив Номеров Но Доступа Прямого К Текстам Статей Нет То есть Мы видим Аннотацию Мы видим Обложку Мы видим Описание Статьи Прочитать Мы ее Не можем На самом Сайте Самого Журнала В архиве Номеров Закрыто Но На сайте РНБ Российской Национальной Библиотеки Есть Доступ К полным Статьям Этого Журнала То есть Видите Какая хитрая Штука Получается В самом Архиве Номеров Мы ее Прочитать Не можем Но мы Можем Зайти С другого Совершенно Сайта И увидеть Они лежат Там Но для нас Они закрыты Но А вот Через сайт Библиотеки Мы можем Увидеть Полный Текст Статей То есть Лежит Она Как бы Получается По одному Адресу А зашли Там мы Совершенно По другому Поэтому Лучше Вот здесь Дописывать Доступ Сайта РНБ Откуда Мы получили Доступ К этим Материалам Иногда Бывает Вот такая Хитрая Штука А может У него Вообще У журнала Не быть Своего Сайта Например Журнал Библиографии Книговедения Он жил На сайте Российской Книжной Палаты То есть Своего Сайта У него Нет Он живет Там И в Адресной Строке У нас Будет Стоять Сайт Адреса Российской Книжной Палаты Вот тогда Мы допишем Например Если Вот видим Что через Архив Номеров Мы не можем Увидеть Полный Текст Статей Но как-то Мы их Читали Тогда Пишем Доступ Сайта РНВ Или Доступ Сайта Российской Книжной Палаты Откуда Мы сюда Заходили А URL Ставим Тот Который У нас Стоит Открыли Статью Читаем Вот этот URL Из адресной Строки Копируем И вставляем Реальный Адрес Здесь Мы поясняем Откуда Почему Здесь Другой Адрес Не философского Журнала Например Или Журнала Библиотечное Дело А сайта РНВ С чего Бы Вдруг Ну потому Что Вот отсюда Мы заходили Вот такая Небольшая Хитрость И в новом Госте 22 Года Она Присутствует Вот это Тоже Обращайте Внимание Не всегда Ее Пишут Но Если Такой Заковыристый Путь Тогда Лучше Указать Если Это Мы с вами Посмотрели Про Статьи Из Научных Журналов А если У нас Статья Просто Сайта В кавычках Ставлю Потому что Не совсем Просто Ну вот Так Чаще всего Обозначают Ой нет У меня Просто Сайт Вот Оттуда Я взял Статью Это Может быть Страница Сайта Это Может быть Статья Из Блога Это Может быть Статья Из Блога Который Сам Еще Является Частью Сайта Поэтому Вот эти Моменты Нам Тоже Нужно Понять Откуда Мы Берем Что Это За Статья Откуда Мы Берем Очень Часто Сейчас Пошли Статьи Из Блогов И Очень Часто Пошли Статьи Из Блогов Которые Сами Являются Частью Сайта Вот У меня Может быть Как У Марины Орешко Есть Блог Роза Ветров Где Она Размещает Свои Статьи Это Целый Сайт И Это Один Блог Сайт А Может быть Как У Меня Например На Ресурсе Сайт И В нем Раздел Блог Блог Встроен Сайт Вот Разница Между Статья Из Блога Который Представляет Собой Целиковый Сайт И Статья Блога Который Сам Еще Представляет Собой Часть Сайта И Вот Это Тоже Находит Своё Отражение В Библиографическом Описании Про Статью Просто Сайта Делается Аналогично Как Статья Из Блога Только Мы Пишем Не Из Блога А Статья С Сайта И Делаем Описание Как На Страницу Сайта Посмотрим На Такой Сложный У нас Пример Зарубежный Блог И Вот Такая Статья Выложена Про Искусственный Интеллект Итак Вспоминаем Структуру Библиографического Описания Раз Речь Идет О Статье Значит Описание У нас Будет Как На Составную Часть Ресурсов То Что Нам Уже Знакомо Статья Сайта Как Статья Из Журнала Где-то Они Похожи Раздел 7 ГОСТа Библиографическая Запись Описание Структуру Мы можем Взять Оттуда Вот Та Первая Схема Которую Мы с вами Смотрели Которая Раздатка У нас Есть Она Сюда Тоже Подходит Что Нам Понадобится Нам Нужно Собрать Данные С этого Сайта С этой Страницы Где Расположена Статья Для Составления Описания Что Нам Точно Понадобится Заголовок Есть Автор Статьи Есть Все В принципе Для первой части Мы уже Всю информацию Собрали Это нам Еще Повезло Что Автор У нас Находится Вот Здесь Прямо Рядышком Мы его Можем Найти Даже Не зная Языка Мы уже Сразу Понимаем Что Вот Это Скорее Всего Автор А вот Это Название Статьи Вот Мы Ее Отсюда Взяли Не Всегда Информация Об Авторе Вот Так Обозначено Иногда Ее По самой Статье Где-то В начале Или В конце Вот Вариант Может быть Вот так Внизу Сайта Еще Приведена Информация Об Авторе Если Мы Вот так Вниз Вы Прочитали Страницу Сайта Вот Где-то Внизу Колоночка Сбоку Справа Слева Автор Об Авторе Ага Точно Значит Это точно Автор Берем То есть Здесь Самая Большая Сложность Работая С такими Статьями С просто Сайта Определить Где тут Автор Найти Этого Автора Все Автор Есть Название Статьи Есть И даже Публикация У нас В блоге Есть Мы ее Тоже Можем Забрать Здесь Немножко По-другому Мы не Можем Заменить Вот Здесь Дату Обращения На Дату Публикации Потому Что Это Не Научное Издание Это Не Научный Журнал Поэтому Она У нас Куда-то В другое Место Встанет Мы ее На всякий Случай Забираем Потом Поставим На свое Место И Вот Нам Повезло С автором Что он Сразу Указан Мы его Отсюда Забрали Первая Часть Описание Практически Готовая Информацию Для нее Мы Собрали Теперь Осталось Собрать Информацию Для Второй После Двух Косых Черточек Про Информационный Ресурс Смотрим Что у Название Видим Слово Блок Ага Значит Это Не Просто Сайт Это Блок Название Есть Это И есть Основное Заглавие Идентифицирующего Ресурса Название Ресурса Есть Слово Блок Поэтому Точняющие Сведения Относящиеся К Основному Заглавию Мы Можем И не Добавлять Берем Ранее Найденную Дату URL Из адресной Строки И В область Примечения У нас Это все Пойдет Все Можно Выдохнуть Мы собрали Всю информацию Теперь Осталось Расставить Ее Как Пазлы Коробочку Мы собрали А теперь Их надо Правильно Расставить Вот Как Мы Это Можем Сделать Автор Сначала Даже Когда Собираете Информацию Сайта Вы Можете Сделать Себе Шпаргалку Что нам Нужно Автор Заглавие Название Ресурса Пояснение Что это Сайт Или Блог Сведения Относящиеся К заглавию URL Дата Обращения Дата Публикации Вот Прям В столбик Написали Табличку И так Расставили А потом Расставили В нужном Порядке В принципе Мы уже Этот порядок В самой Табличке Можем заложить Вот Как делать Эти таблички На курсе Мы с ними Будем работать Такие шаблоны Есть И для Печатных Изданий И для Электронных Изданий Я их Такие шаблончики Делаю Такие Рабочие Тетради Подсказки Шпаргалки По ним Очень легко Собирать Информацию И я вам Покажу Еще Хитрости Которые У нас Есть Ими Легко Пользоваться Потом В своей Работе И обучении Своих Студентов Тоже Можно Использовать Очень Классная Штука Работает Сама Подсмотрела На Одном Зарубежном Ресурсе Похожее У них Было Очень Шикарная Вещь Которая Реально Помогает Не Библиографам А потом Просто Расставить В нужном Порядке На Курсе Мы как раз С этими Шаблонами Шпаргалками Не будем Это работать И вот Что у нас Получается Автор Есть Смотрите Структуру Мы сохраняем По нашему ГОСТу Делаем Описание Это описание Для русскоязычной Части Списка Название Прямо Вписали Через Двоеточие Мы в квадратных Скобочках Пишем Что это Статья Из блога Видите Мы часть На английском То что мы скопировали Оттуда Поставили Часть Пишем На русском Допустимо Такое Делать За косой чертой Мы написали Автора Почему мы Его здесь Написали Он же Один А потому что Вот так Он был указан В статье Информация Об авторе Если она Отличается От той Что в заголовке То тогда Мы ее Указывали Как он был Там указан Для зарубежных Это актуально Они иногда Джон Смит Наоборот Пишет Только имя Можно Вот так Указать Если не Отличается То и один Автор То мы можем Не указывать Для составной части Ресурс Текст электронный Да Потому что Статья Это сайта Две косые черты Откуда мы ее взяли Из блога И вот смотрите Видите Слово Блог Есть уже В самом названии И вот здесь Мы написали Пояснение Что это Статья Из блога Все Мы можем Здесь Не писать Что это Блог Светлана Суботина А я бы Поставила Двоеточие Написала Блог Ради бога Можно поставить Двоеточие Написать Блог Раз оно Есть в самом Названии То мы можем Этого не писать Это знаете Как В наших Отечественных Сайтах Есть Официальный Портал Правовой Информации Если Вот есть Слово Официальный Сайт Официальный Сайт Министерства Экономики Развития То мы Уже Двоеточие Добавлять И писать Опять Официальный Сайт Ну Масло Масляное Смысл Нужен он Нам Или нет А вот Если у нас Написано Портал Правовой Информации И миленькими Буковками Там подписано Официальный Сайт Портал Правительства Российской Федерации Вот этот Официальный Портал Правительства Российской Федерации Мы За двумя Точками Все Все Как-то Не Очень Красиво У нас Выглядит Часть На Английском Часть На Русском Мы Можем Сделать Два Варианта Вернее Три Варианта Допустим Либо Мы Оставляем Вот Так Самый Простой Наверное Вариант Можно Перевести На Английский Язык Или На Язык Носителем На Котором Написано Чаще Всего Это Английский Тогда Мы Эти Слова Переводим Статья С Блога Текст Электронный Здесь Второй Раз Слово Блог Писать Наверное Не Надо URL Дата Обращения Access Data И Третий Вариант Мы Можем Практически Перевести Все На Русский Язык И Оставить Только Название У нас Английское Это Не Очень Правильно Делать Вот Третий Вариант Один Из Этих Двух Вариантов Более Верный Хотя На Язык Перевод На Язык Библиографирующий Организации Допустим Но Нужно Это Делать Я Не Знаю Наверное Один Из Этих Двух Вариантов Первые Два Они Применимы Автору Ну да Нужно Ориентироваться На Гост Но Опять же В Госте Много Пунктов Которые Содержат Можете Так А можно Так Допустим Такой Вариант А можно И вот Таким Образом Сделать Поэтому Мы Все Варианты Рассматриваем Либо Так Либо Это Мы Ориентируемся Автору Нужно Ориентироваться На Две Вещи Первая Вещь Это Методические Рекомендации Либо Требования Издания Если Мы Говорим Об Авторе Статьи Для Какого То На Издания В первую Очередь Мы Ориентируемся На Их Требования Как Они С Нас Требуют Делать Описание И Во вторую Очередь Уже На Гост Вот Есть И на Гост В том Случае Если Этого Нет Требования Журнала Да Вот В первую Очередь На Требования Журнала Потому Что Чаще Всего Они Требуют Вот Этот Второй Серенький Вариант Все Перевести На Английский Язык На Языке Оригинала Статьи И Вот Тогда Мы Будем Пользоваться Им Для Студенческих Работ Или Для Некоторых Публикаций Студенческих Работ В сборниках Например Статей Какой-то Студенческой Конференции Иногда Попадается Вот Такой Вариант Что Допускается Все Что Мы Взяли На Английском Языке Из Статьи То На Английском Остальное Дописать На Русском Поэтому Я Вам Показываю Два Варианта Которые Наиболее Часто Употребимы Третий Практически Нет Ну Вот Date of Application Обычно Здесь Смотрите Ориентируйтесь На Требования Журнала Как Они Просят Access Data Или Date of Application И так И так Попадается Поэтому Здесь Надо Смотреть На Требования Допустимо Конечно И Второй Вариант Смотрите Здесь Мы Написали Без Дат Публикации А помните Мы говорили Что у нас Есть Дата Публикации Вот Так Можно Сделать А можно Добавить Дату Публикации Но Куда Мы Не Можем Заменить Дату Обращения Потому Что у нас Не научное Издание У нас Просто Статья С С С С С Тогда Мы Можем Дописать После Названия Журнала Названия С С Вот Сюда 24 12 Января Вот Как Мы Для Газеты Журналов Делали Вот Так Мы Можем Написать Для Английского Мы Здесь Можем Перевести Как Написано Так Мы Переведем Единственное Что Вот Здесь Надо Поменять На Английский А так Мы Можем Взять Оттуда Дату Добавить Не Обязательно Но Можно И Можно Оставить Как Первый Вариант С Датой Обращения И Все Второй Вариант Если У нас Статья Из Блога Который Сам Является Частью Сайта Делаем Ровно То же Самое Собираем Сначала Информацию Основное Заглавие Статьи Есть Дата Публикации На всякий Случай Берем Есть URL Есть Полистали Статью Авторы Не Нашли И Тут Мы Обнаруживаем Что Оказывается Этот Блог Является Частью Сайта И На Самом Сайте Уже Мы Находим Что Ага Есть Блог Профессора И Вот Здесь Есть Раздел Об Авторе Видите Приходится Уже Если Нет Автора Провести Непкие Разыскания Открываем Отсюда Берем Информацию Об Авторе По крайней Мере Нам Нужны Фамилии Минодчества Вот Мы Здесь Нашли Нашли Поставили И Вот Мы Дособрали Еще Информацию Информацию Об Авторе Отлично У нас заголовок Будет Основное Заглавие Блога Вот он Как Называется И Информация О том Что Это Оказывается Блог Является Частью Сайта Видите Какая матрешка Получается Статья Которая Которая Лежит В Блоге Которая Сам В свою Очередь Является Частью Большого Сайта Вот Такая Матрешка Как Это Отразить В описании И Вот Здесь Помните Мы Говорили Доступ С Какого То Сайта В самом конце Мы Дописываем Вот Этот Вариант Мы Можем Здесь Применить Чтобы Показать Вот Эту Матреш Начинается Все Ровно Так Автор Соглавие Статьи Здесь Мы В квадратных Скубочках Потому что Нигде Не написано Что Это Статья А Мы Сами Сформулировали Что Это Статья Из Блога Написали Статья Можем Написать Статья Из Блога Текст Электронный Хорошо Добавили Откуда Мы Взяли С Блога Профессора Звягина Можем Сделать Вот Так Дата Публикации У нее Есть URL Дата Обращения И вот Здесь Нам Нужно Показать Что Блог Профессора Является Частью Что Мы Сайта Зашли На Этот Блог Он Является Частью Этого Сайта Два Раза Две Косые Черты Мы Не Ставим Поэтому Здесь Мы Можем Написать Доступ Сайта Оно Развитие Инновации Потому Что Смотрите Блог Профессора А URL Адрес Какой-то Другой Оно Innovation И вот Мы Поясняем Что А лежит Она Вот Здесь На Сайте Оно Развитие Инновации И вот Таким Образом Мы Можем Эту Матрешку Распределить По Нашим По Нашим По Нашему Описанию И Сразу Просылки Если У нас Статья Сайта И у Нас Не Блог А Сайт Мы Просто Меняем Слова Вместо Блог Пишем Сайт Статья Веб Сайта Или Статья Сайта И Здесь Название Сайта И Пояснение Например Что Здесь Можем Написать Статья Здесь Название Сайта А здесь Через Двоеточек Как мы Делали Пояснение Что Это Сайт Профессора Звягина Например Или Сайт Моно Развитие Инновации Такой Вариант Тоже Ссылки Сразу Просылки В Ссылках Мы Указываем Заголовок Заглавие Откуда Мы Это Взяли И URL Видите Мы Можем Опустить В Ссылки Дату Публикации Либо Ее Оставить Если Мы Говорим О Первичной Полной Ссылки Если У нас Нет Дата Публикации Мы Опускаем URL Дата Обращения Заменяем Точку Тире На Точку И Часть Элементов Мы Можем Опустить Повторная Ссылка Может Быть Выглядеть Вот Так А Может Быть Выглядеть И Вот Так И Вот Такие Варианты Еще Допустимы Если Часть Информации Которая Приводится В Описании И В Первичной Полной Ссылки Должна Указана В Тексте Если Мы В Тексте Об Этому Говорили То Мы В Подстрочной Ссылке Это Указывать Можем Не Указывать Например Вот Такой В Тексте Мы Пишем В Своей Статье Кравченко Рассматривает Вопрос Того То Сего Первичная Ссылка У нас Будет Выглядеть Вот Так Автор Название Статьи Что У У У У У У Год Номер Страницы Электронная Копия Печатного Издания URL Какой-то Адрес У нас Указан И Дата Обращения Вот Первичная Ссылка Но Если Мы В Тексте Написали В Своей Статье Название Статьи Автор С Полными Инициалами Рассматривает Вопрос А вот Видите Мы Чуть-чуть Поменяли Добавили Название Статьи То В Первичной Ссылке Мы Можем Эти данные До двух Косых Чёрточек Уже Не Указывать Мы Можем Указать Только Название Идентифицирующего Источника Вот Это Вторая Вторую Часть Вот Такой Есть Момент С Ссылками Первичная Полная Ссылка На Статью Авторы В Ссылке Мы Всех Авторов Указываем Здесь Дальше Электронные Библиотеки Электронные Научный Журнал Здесь Если Есть Дуи То Мы Укажем Если Дуи Нет В Старых Номерах Когда Его Не Присваивали Такой Может Попасться Что Номера Дуи Нет А Журнал Электронный То Выпуск Видите Страниц У нас Нет Потому Что Нет Потому Что Электронный Журнал Ушли Как раз Без Страниц URL Дата Обращения Если Все Необходимые Для Идентификации Данные Мы Привели В Тексте Вот Так же Перечислили Авторов Название Статьи Привели То Мы И даже В каком Журнале Она Была Опубликована То Здесь Мы Можем Указать Только Адрес URL В Подстрочной Ссылке Даже Если Она Первичная То Здесь Вот Это Мы Указываем В таком Виде Только В том Случа Если Все Вот Это У нас Было Указано В Тексте В Противном Случае Нет Это Правило Не Работает И Повторная Непоследовательная Ссылка Вот Со Всеми Этим Последовательными Непоследовательными Повторными Там Еще Есть Целый Ряд Нюансов Которые Можно И Для Печатных И Для Электронных Изданий Это Мы На Курсе Будем С Разбираться Уже На Примерах Повторная Непоследовательная Ссылка Ну Вот Мы Указали Один Раз Сделали Ссылку На Нашу Статью А Потом Спустя Несколько Страниц Мы Опять На Нее Делаем Ссылку Она Уже Пойдет Как Повторно И Здесь Мы Можем Писать Вместо Названия Мы Указываем Заголовок Указываем Основное Заглавие И В данном Случа Если У нас Электронный Ресурс Адрес URL Здесь Мы Можем Написать Указанное Сочинение Или Цитируем Сочинение Вот Таким Вот Образом То есть Первый Раз Когда Она Попадается В тексте Мы Делаем Полную Ссылку Она Первична Все Данные Мы Приводим Необходим А Вот Дальше Когда Она У нас По Тексту Через Несколько Других Ссылок Попадается Еще Раз Мы Можем Писать Например Вот Так Длинное Заглавие Не Писать Писать Указанное Сочинение Цитированное Сочинение Но Только В том Случии Если У нас Списки Литературы Например Только Одна Работа Одна Статья Этих Авторов Если У нас Есть Другая Статья Этих Самых Авторов То Тогда Лучшее Название Длинное Заглавие Делать Короткими Мы Тоже На Курсе С вами Разберем Хотя В сокращенном И Статья Тоже Сайта Сайта СМИ Если Мы Видим Что У нас Не Просто Сайт Блог Или Сайта Автора Компания А Средственной Массовой Информации Например Газета То Мы Указываем Вот Так Название Газеты Здесь Указывается Что Это Сайт Год И Дату Мы Указываем Мы Уже Посмотрели Мы В блоге Также С вами Делали Потому Что Можно Приравнять К СМИ Хотя Они Официально СМИ Не Указывают Поэтому Вот Отсюда Мы берем Указываем Как для Газет URL Дата Обращения Все Вот это Чисто Пример Из ГОСТа В заголовке Не первая Елена Смотрите Мы говорили Про ссылки Поэтому В ссылках Мы указываем Всех Авторов А Вот В Описании Мы укажем Первого А Закосой Чертой Всех Библиографическое Описание Больше Чем Ссылка Там Вот это Правило Трех Авторов Действует И одного В заголовке Если Их Один Два Три Если Их Четыре И больше Тогда Подзаглавим И все Закосой Чертой А А Это Мы Говорили Про Ссылки Которые Мы Делаем Из Описания Здесь Указываются Все И Вот Схема Описания С Примером Которые Я Вам Сюда Вынесла Таким Кратким Резюме Что Основная Схема Определение Понятий Элементов Основной Заглавия Сведения Относящиеся К заглавию Здесь Перевод На Человеческий Язык Чего Куда Пишем Что Заголовок Это Автор Статьи Это Название Статьи Статья Или Статья Сайта Вот Они Сведения Относящиеся К заглавию И Более Менее Расшифровываю Что Это Страшное Означает Переводим На Человеческий Язык Библиографического И Пример Нашего Описания Здесь Этого Блога На Русском Языке Но Мы Помним Что Если Это Все-таки Иностранный Автор Там Деланы Языки Оригинал Ну И Краткие Пояснения Запомнилось Что Где Ну И Для Сайтов Вот В каком Случае Мы Сюда Дописываем Если У нас Идет Новости Мира Науки А Что Это Журнал Сайт Портал Блог Вот Здесь Мы Дописываем Пояснение Что Это Такое Ага Теперь Нам Понятно Или Актуальная Проблема Современности И В названии Не Бало Слово Блог Тогда Мы Сюда Дописываем Блог О Новых Тенденциях В мире Науки А Если У нас Идет В названии Блог Профессора Звягина Нам Второй Раз Уже Пояснять Не Надо Что Это Блог В названии Уже Есть Здесь Смотрите Ну И Есть Еще Сложные Случаи С которыми Мы На курсе Будем Разбираться И Тренироваться Помимо Этих Есть Еще Например Просто Страница Сайта Которая На Поверку Оказалось Интервью Опубликованное В зарубежном СМИ Где Нет Автора Но Есть Интервьюер И Есть Интервьюируемый Тот Кто Брал Интервью И Тот Кто Давал Интервью Вот Как Это Оформить Мы Это Оформили Для Монографии Вот Такой Вот Попадалось Страница Сайта Оказавшаяся Статьей Из Блога Тоже Указывают Как Страница Просто Страница Сайта Открываешь А Это Статья Из Блога То есть Его Надо Немножечко Переделать Электронные Написали Что Статья Из Электронного Научного Журнала А Это Оказалось Републикация Хотя Сам Журнал Является На данный Момент Электронным Вот Тоже Такой Нюанс На который Обращайте Внимание Когда Проверяете По Е-лайбрерии Статус Журнала Может Меняться Он Может Стать Из Электронного Печатным И наоборот Из Печатного Электронным Как Тогда Делать Описание На статью Вот Это Мы Тоже Разбираем На курсе С вами Смотрим Как В этих Случах Обходиться И Обязательно Проверяете По Е-лайбрерии Хотя Б Какой Статус Этого Журнала Какая Форма Сейчас Существует Этого Журнала И Републикации Статьи В научных Электронных Электронных Версиях На этом Мы тоже Будем Разбираться На нашем Курсе Более Подробно И Побольше Заданий И задачек Будем Делать И Конечно С ними Нужно Разобраться Одного Вебинара Наверное Мало Нужно Порешить Задачки Посмотреть Как Это Работает Тогда Уже Выстраивается Некая Схема Ну и Конечно Подсказки Шаблоны Вот эти Облегчающие Шпаргалки Это все В раздаточном Материале На курсе Тоже Слушателям В этот раз Комплектами Вам буду Выдавать И На следующем Вебинаре Мы посмотрели Сегодня только Статьи С периодических Изданий И просто Сайтов Но у нас Еще осталась Большая часть Сборников Вот по сборникам Мы будем Разбираться Уже в следующий раз На следующем Вебинаре Потому что Здесь помимо Того Что как у Журналов Они могут быть Печатными Иметь электронную Версию Или выходить Чисто в электронном Виде Они еще могут Быть Одночасные Многочасные Многотонные И продолжающиеся И вот эти Вот Все моменты Нужно учитывать Вот здесь Большое количество Разных комбинаций У нас может быть Поэтому нам важно Посмотреть Что нужно Определить Работая со сборником Относительно Самого Идентифицирующего Ресурса И как составить Описание По максимуму Посмотрим В каждом из этих Случаев Как оно Будет выглядеть Поэтому Это вынесли Прямо на отдельный Вебинар Чтобы Большой каши В голове Не случилось И так же У нас Шпаргалки С вами Оставались Так И сейчас Я посмотрю Так Юлия Усанова Сведения Сформулированными На основе Анализа документов В электронных ссылках Без квадратных Скобок Нет Если мы Формулируем На основе Анализа документа Из непредписанных Источников Тогда Пишем В квадратных Скобках Так Нет Статья В электронном Не после Заглавия Нет Не после Заглавия Людмила Гаранова Дата выхода Статьи В электронном Источнике Нет После После Идентифицирующего Ресурса Перед URL Вот туда Мы пишем Вот смотрите У нас Вот оно Где было Да Здесь у нас Будет Блог Год И когда Это было Опубликовано Вот сюда У нас Она пойдет В первую Часть Нет Сюда Мы до двух Кассовых Черточек Вот сюда Мы не пишем Сейчас Вот сюда Мы не пишем Вот Ну вот Коллеги Вроде бы И все Да Был у нас Вопрос Про Про Е-лайбрери Про номера Статей Давайте Посмотрим Сейчас я вам Включу Попробую Перейти Вот сюда Вот Кто у нас Спрашивал Презентацию Скачивайте Она уже В этом Основные Вот шпаргалки У нас Лежат Во вкладке Файлы Забирайте Пока мы Еще здесь В вебинаре И пока Пока не закрыли Можно забрать Татьяна Суковатых Спрашивала В е-лайбрери Проблемы С описанием Электронных Журналов Для цитирования Они указывают Этот номер И получается Статей Всего Одна Страница Текста Значит Не ориентируйтесь На описание Для цитирования Собираем Информацию Самостоятельно Значит Смотрите Сейчас я вам Открою Демонстрацию Экрана Вы мне Только огонечком Посигнальте Пожалуйста Видно ли Так вот Видно ли Сейчас мой Экран Посигнальте Пожалуйста Вот когда мы Берем Информацию С Е-лайбрери Не идите Простым Легким путем Смотрите По Вот Отсюда Собирайте Всю информацию Вектор экономики Это название Журнала Значит Мы можем Кликнуть По нему Так Сейчас я сделаю Дубль Мы можем Кликнуть По нему И попасть На саму Карточку Журнала Вот как Мы с вами Смотрели И отсюда Посмотреть Всю информацию Нет ИССН Печатной Версии Есть только ИССН Онлайновый Значит Это чистый Электронный Журнал Отлично Да Вот мы Отсюда Уже Информацию Есть Переход На сам Журнал На сайт Переходим На сайт Журнала Если С Е-лайбрери Возникает Вот такие Проблемы С указанием Страниц И всего Прочего Переходите Сразу С карточки Открывайте Карточку Журнала В е-лайбрери Находите Вот он Сайт Есть То что мы С вами Сделали Мы перешли На сайт Этого Журнала Архив Номеров И вот Дальше Смотрим По годам Вот они Номера Пошли Ну например У нас Там какой Будет Там 23 Например Номер 4 Вот там Находится Наша Статья Здесь Идет Идет Например Вот оно Мы знаем Что у нас Статья По теме Налогии Обложения Вот мы ее Открываем Ищите Саму Саму Статью Ну например У нас Сахар Содержащие Напитки Вот она Статья Мы ее Открываем И смотрим Как здесь Год Номер Журнала Есть То что Электронный Научный Журнал Указания Есть Давайте Покрупнее Сделаю Дуи Статьи Есть Название Авторы Есть Вот мы Все Собрали А дальше Смотрите Номеров Номеров Здесь нет Видите Как он Опубликован Нумерация Страниц Не проставлена Значит Мы ее Не ставим Значит мы ее Просто Не указываем А вся Остальная Информация У нас Есть Здесь Никакого Номера Статьи Я Например Пока Не вижу Здесь Есть В этих Случах Переходите Всегда На сайт Самого Журнала Если Только Вот это Вы имеете Ввиду Это Номер Дуи Идентификатор Дуи Привели И все Нормально Видите Здесь Только В разделе Он опубликован Мы можем Указать Раздел Журналу В котором Опубликована Эта Статья Раздел Налоги Налоги Налогообложения Вот Не надо Брать Готовое Описание Если Вы будете Брать Готовое Описание С Кибер Ленинки Вы будете Потом Долго Расшифровывать Что Это За Журнал Такой КАИ КО Они Там Скращают Название Обязательно Нужно Всегда Просматривать И Брать Информацию Не Готовую Оттуда Либо Ее Трансформировать Скачав Оттуда Трансформировать Для этого Мы вебинар В общем-то И проводим Чтобы Можно было Правильно Делать Описание Или Вам Тогда В методичке Нужно Для преподавателей Указать Вот эти Моменты Которые Они должны Учитывать Откуда Брать Описание Какого Правильно Делать Да Придется Учить Преподавателей А что Делать Пусть Приходят На наши Вебинары И учатся У нас Вместе С вами Да И Презентация Справа Наверху У меня Над головой Если Можешь Как Пошебуршить Значок Листик Замытым Уголком Открываете Там Вкладка Файлы И Скачиваете Оттуда Или Три Точки Если вы Со смартфона Выходите Три Точки На экране С презентацией Нажимаете И тоже Раздел Файлы И скачиваете Оттуда Ну вот Коллеги Мы с вами Добрались До Завершение Нашей Сегодняшней Встречи Большая Протива Вот В этой Презентации Которая Для скачивания В основных Шпаргалках И схемах Есть мой Адрес Почты И можно Найти Меня Написать Сообщение Например В нашей Группе Библиографии Для Библиографа Вконтакте Если Будут Затруднения Вы С этим Сталкиваетесь Какие-то Вопросы Вы не стесняйтесь Пишите Пожалуйста Татьяна Суковатых Большое спасибо За вопрос Который подняли Мы попробовали Сейчас с вами Посмотреть Все-таки Вышли на то Что это Вот Преподаватели Да Стараются Сократить Как бы Себя Трудозатрат Увеличивая Их на самом Деле Себе Пожалуйста Про такие вещи Тоже Пишите Пожалуйста Обязательно Пожалуйста Обязательно Мне пишите Чтобы мы С вами С этим Тоже Разбирались И мне было На что Ориентироваться Чтобы По максимуму Полезную информацию Давайте вам Уже Идя от ваших Запросов Ага Скачалось Отлично Успели Дмитрий Базилевич Библиоклаб Дается готовые Ссылки Не столько Ссылки Сколько Библиографические Описания Да Стараемся Делать По ГОСТов Но Опять же Нужно Все-таки Тоже Смотреть И пересматривать Вот Да Нет Все нормально Вот И коллеги В следующий раз Мы с вами В декабре Уже 11 декабря Будем Разбираться Со сборниками Ну и напоминаю Про наш курс 27 января Где мы на практике Уже И более сложные Случаи Будем смотреть И вот с такими Вопросами Тоже разбираться Так что Откуда брать А чего Откуда лучше Брать аккуратно Или вообще не стоит На этом Мы Да Ну У всех Свои Сложности На курсе Я вам объясню Почему так Иногда происходит Сейчас не буду На курсе Расскажу И последняя информация Коллеги Про Сертификаты Можно Вот Ссылка На страницу Выдачи Еще раз Вам повторяю И те Кто регистрировался После 11 часов Сегодняшнего дня Вам нужно Просто немножечко Подождать Как только Сертификат Будет готов По завершении Вебинара Обычно Это занимает От 3 до 15 минут Вам на почту Придет письмо Уведомление О готовности Сертификата Смотрите Только папку Спам И раздел Рассылки Иногда Туда Попадают Письма Поэтому Не забывайте Их тоже Посматривать Из этого Письма Тоже можно Будет Перейти Там ссылка Еще раз Будет И краткое Пояснение Как получить Сертификат Какие шаги Нужно сделать Вам нужно Просто Немножко Подождать Перейти На страницу Выдачи Вести Адрес Своей Электронной Почты Которой При регистрации На вебинар Указывали И после этого На свою Фамилию Имя Отчество Сейчас скажу И после этого Найти Вебинар И перейти Уже К оплате Издание Дата Публикации Непосредственно К статье Смотрите Здесь Вот какая Штука Да Светлана Суботина Никак От блога Не можем Отойти Смотрим Обязательно Идут ли Периодически Публикации Или нет Вот здесь Вы совершенно Верно Сказали Если Идут Мы видим Что там Есть Периодичность Но есть Ежедневный Блог Еженедельный Или там Хотя бы Два раза В месяц Но профессор Публикует Статье И указана Дата Публикации Вот тогда Ее будут Указывать Дата Публикации Официально Прописывать Как для Статьи Не где-то Там Внизу И посмотрите Если Публикации Идут Относительно Регулярно Один Два раза В неделю Понятно Что Соблюдается Некая Периодичность Тогда Мы вот этот Прием Можем Применить Если Мы видим Что в Одном Месяце Чуть ли Два месяца Ничего Не было Потом Один Месяц Раз В неделю Потом Раз Непонятно Как Тогда Да Тогда Мы Не Тогда Уже Перед Тогда Мы Не рассматриваем Его Как регулярно Регулярно Можно Увидеть Но В принципе Так Тоже Можно Указать Дату Публикации Когда Она Была Вот Здесь Смотрите По Регулярности И Альбина Если Надалось Зарегистрироваться На Свою Фамилию И Отчество О Ну Смотрите Вы можете Оплатить И скачать Сертификат А потом Написать Письмо Письмо Уведомление Не убирайте Оно Вам пригодится Ответ Его можно Использовать Как ответное Письмо Написать Просто Поменять В сертификате Фамилию Ими Отчество И написать Правильный Вариант Мы Вам Поменяем И Вы Скачаете Правильный Вариант Это Самый Простой Способ Как Можно Поправить Данные Именно Для Этого Сертификата Вообще На Будущее Смотрите Когда Регистрируетесь Лучше На Свои Данные Указывать И Не Регистрируйтесь По Очереди Или Все Вместе На Один И Тот Ж Адрес Электронной Почты Потому Что Он Будет Выписывать Сертификат На Второго Человека Или Вы По чужой Ссылке Заходите Тогда Такая Штука Может Получиться Лучше Свой Мейл Водить И Регистрироваться Самостоятельно Это На Будущее А так Альбин Сейчас Можете Просто А вот Почта Рабочая Лучше Не Использовать Один И тот Ж Адрес Рабочий Адрес Почты Для Регистрации Нескольких Сотрудников Потому что Он постоянно Будет Выписывать На Того Кто Первым Зарегистрировался В этом Случае Вы Просто Сейчас Получаете Как есть Сертификат На Чье Имя Получилось А В Письме В ответ На Письмо Уведомления Нам Напишите Что Поправить За Такой Вебинар Название Или Дату Было Так Надо Написать Вот Так И Я Вам Поправлю Тогда Вы уже Свой Сертификат Скачать Но Раз Так Получилось Что Все Коллеги Всем Счастливо Всем Удачи Ждем Вас На Наших Следующих Вебинарах Очень Была Рада Вас Сегодня Всех Видеть Надеюсь Что На Следующем Вебинаре Мы Тоже С Вами Продолжим Огромное Спасибо За Ваши Комментарии Вопросы Все Что Вы Пишите В чате Спрашиваете Спорите Доказывайте Это очень важно На самом деле Потому что Много нюансов В библиографии Когда мы можем так А можем этак И рассматривать Одно и то же С разных точек Зрения Вы с чем-то можете Не соглашаться Не стесняйтесь Об этом написать Это На самом деле Очень важная Вещь Потому что Развитие Возможно Только в таких Дискуссиях Совместном поиске Мозговых штурмах Что мы и пытаемся На наших Вебинарах Сделать Я вам предлагаю Варианты Иногда То чего нет В ГОСТах Приходится Домысливать Приходится Комбинировать И создавать Что-то Волее понятное Для Не библиографов И конечно же Здесь Ваша обратная связь Она очень Важна На самом деле Для нашего Общего дела Поэтому Большое вам Спасибо всем Мы с вами Прощаемся До следующего Вебинара Кому интересно В 14 часов Сегодня у нас Тоже приходите На встречу Ну и На следующих Вебинарах Завтра Будут интересные Темы Две Про академическое Письмо И дизайн Для недизайнеров Тоже приходите Послушать А я с вами Прощаюсь Всем счастливо Всем удачи И до новых Субтитры